За вклад в развитие района, производственные и спортивные успехи. Расширенное районное совещание началось по традиции с награждения. В числе тех, кому вручили районные грамоты и благодарности, директор Щелковского колледжа Владимир Нерсисян, директор гимназии Анжела Терентьева, директор историко-краеведческого музея Наталья Богданова. 14 квартир предоставлены в этом году детям-сиротам. 11 ребят уже въехали в новое жилье. Ключи троим вручили на районном совещании. Государство очень много делало для того, чтобы на самом деле вы могли создать свою крепкую, дружную семью, и чтобы ваш семейный отчет всегда грел. Зашел разговор о том, как проходит отопительный сезон. По словам руководителя администрации Алексея Валова, отопление подано на 100% домов. Кроме одного, по вине подрядчика, которого будут менять. На протяжении всего отопительного сезона будет постоянный контроль. Качество отопления, соответственно, все выходы с котельных по нормативам будут проверяться. И входы на дома в Турсам. У нас для того, чтобы контролировать ситуацию, есть широкий спектр возможностей. Есть и горячие линии, есть добродел, есть другие источники. Следующая тема – строительство социальных объектов. До конца года строители обещают сдать перинатальный центр. Через пару месяцев появятся и первые новорожденные. Ускорить, конечно же, процесс строительства перинатального центра нам удастся. Буквально я вот как вернулся, два дня назад сразу взял на контроль. Количество рабочих, соответственно, резко возросло и, соответственно, резко вырос объем выполнения работ ежесуточек. Долгожданным событием для района назвал Алексей Валов открытие детского сада в Медвежьих озерах. Остальные будут сданы до конца ноября. Сроки сорваны подрядчиками, к которым посетовал Алексей Васильевич. Нельзя применить меры уголовной ответственности. Зато у Щелковского района может появиться своя оздоровительная база в Крыму. Руководитель администрации дал поручение подобрать учреждение из числа брошенных в годы нахождения региона в составе Украины. Мы сформируем с этим депутатом, конечно же, обязательное мнение определенное для того, чтобы сформировать определенную сумму на 2017 год, может быть, из профицита. И один из пионерских лагерей в выкупе. Мы там сделаем соответствующий уровень безопасности, уровень комфорта для того, чтобы наши деточки туда ездили, отдыхали в длительный период и в другие межпериодные сроки, когда необходимо это сделать. Интересную информацию озвучила первый зам руководителя администрации Ирина Иванова. План работ по благоустройству на 2017 год. За счет бюджета городского поселения Щелково и средств инвесторов планируется сделать очень многое. Продолжить благоустройство улицы Парковая от улицы Соберева до улицы Пушкина протяженностью 450 метров. Будет выполнено комплексное благоустройство 25 дворовых территорий. Осуществлен ремонт мемориала Вечный огонь. Также благоустройство сквера имени Пушкина. Помимо этого будут устроены фонтаны на реке Клязьма. Благоустройство лодочной станции на территории парка. А также средства уделяются на обустройство подходов к школам, монтаж систем видеонаблюдения на 53 детских игровых площадках. Еще в плане благоустройства Чкаловского парка, набережные на правом берегу Клязьмы, зоны отдыха на карьерах. Начнется строительство моста. Помимо этого хочу сказать, что у нас завершены работы по проектированию моста через реку Клязьма. Сейчас все документы направлены в экспертизу. И в начале следующего года мы проведем конкурсы и начнем строительство моста через реку Клязьму. Окончание работы запланировано на середину 18 года. С информацией о социально-экономическом развитии Трубинского сельского поселения выступил его глава Виктор Углов. Перспективы развития поселения связаны с дальнейшим развитием малого и среднего бизнеса, являющегося резервом, дающим возможность поднять жизненный уровень населения и создать новые рабочие места. Рейтинг 56 – это комплексная оценка муниципалитетов по всем направлениям деятельности. Сейчас наш район занимает 10 место. Поставлена задача сохранить эти позиции по итогам года. Муниципалитеты, которые войдут в 10 лучших муниципалитетов, получат как экономические, так и финансовые преференции, отказаться от которых мы не можем. Высокое третье место среди всех муниципалитетов Московской области занимает район по количеству и объему инвестиций. Руководитель администрации призвал глав не останавливать работу по привлечению инвесторов. Я первую же спрашиваю себя, а потом буду спрашивать с вас, для того, чтобы, еще раз говорю, инвестиционный климат улучшать, экономику поднимать, бюджеты наполнять и расходовать их по прямому назначению. Это наша с вами обязанность. С 1 по 5 ноября во всех поселениях пройдут более 20 мероприятий, посвященных Дню народного единства. Главное состоится 4 ноября в 12 часов на площади Ленина. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова